Всем привет! Я Сергей Будылин. Пистон Булли 600. Фреза живет своей жизнью. Что делать? Давайте разбираться. Итак, у нас 600-ка не последнего поколения, назовем так, предыдущего поколения с двигателем 3А. И у нас фреза с системой Snowtronic. Не поднимается, не заглубляется или не вращается, или все сразу. Либо же просто живет какой-то своей жизнью. Те, кто работал на этих 600-ках, знают, что здесь фреза, как ее любят называть в Германии, интеллектуальная фреза, умная фреза. Для того, чтобы система Snowtronic полноценно работала, электронике необходимо знать, в каком именно положении фреза находится в каждый момент времени. Соответственно, она должна постоянно отслеживать эти три параметра. Подъем-отпускание фрезы, заглубление фрезы и поворот фрезы. Если на предыдущих машинах мы говорили, что там достаточно индуктивных датчиков, которые бинарные, есть сигнал, нет сигнала, включен-выключен, то здесь необходимо, чтобы машина понимала весь диапазон работы фрезы, заглубление, подъем, поворот. Для этого на 600-ках установлены датчики угла поворота. Стоит вот здесь на заглубление, вот здесь подъем-опускание и вот здесь для центрирования. Артикульный номер датчика я оставлю в описании. Суть работы датчика в следующем. Это токовый датчик, который при повороте меняет токовые параметры. Рабочий диапазон этого датчика от 4 мА до 20 мА. И интересный момент. Этот датчик работает в двух диапазонах. Если мы смотрим на него как на часовые стрелки, то 180 градусов поворота он работает на увеличение. Следующие 180 градусов на уменьшение силы тока. В этом есть определенная специфика. За точку отсчета всегда берется сложенный цилиндр. Рассмотрим на примере заглубления фрезы. Это будет максимальное заглубление. Когда плита повернута в сторону кабины, верхний цилиндр сложен. Это условный ноль. Здесь у него стартовая точка 4,3 мА. А когда цилиндр выдвигается, ток должен увеличиваться. Датчик вращается по часовой стрелке. А если мы говорим про подъем-опускание, датчик стоит тоже с этой стороны. Цилиндр полностью сложен. Хромированный шток не виден. При подъеме фрезы ток должен увеличиваться с 4,3 мА до 18,20 мА. Датчик вращается против часовой стрелки. В итоге здесь открывается цилиндр. Датчик работает против часовой стрелки. А здесь цилиндр открывается. Датчик работает по часовой стрелке. Но токовые значения и там, и там увеличиваются. Как я уже сказал, датчик работает в двух диапазонах. По 180 градусов. Поэтому один и тот же датчик можно использовать на всех этих узлах. И сейчас я расскажу, как правильно настраивать датчик в зависимости от места его установки. Важно! Перед тем, как выполнять настройки, необходимо демонтировать фрезу, так удобнее и безопаснее. Выключить авто. Это режим работы фрезы. Вот эта кнопка. После этого нужно полностью сложить тот цилиндр, на датчике которого мы будем производить настройки. Заглубление или подъем. И только после этого выполнять процедуру настройки. Исключение – это поворот фрезы, когда настраиваем центрирование. Там непонятно, какой цилиндр нужно складывать. Но продолжим. Для начала рассмотрим настройку датчика на примере заглубления фрезы. Убедились, что цилиндр у нас полностью сложен. Хромированные части не видно. Контролировать показания, а именно величину токового значения, можно двумя способами. Способ первый. Берем мультиметр. Включаем в режим миллиамперы. И затем нам надо через соединительный коннектор подключиться к одному из необходимых датчиков. Все штекерные соединения находятся вот здесь, за этой крышкой. Для этого снимаем крышку. Здесь, если снять крышку, мы видим кабели от всех трех датчиков, которые соединяются вместе на одинаковых штекерах. Это сделано специально для настройки, чтобы удобно было подлезть и подключиться мультиметром. Подключаемся к разъему нужного датчика. Видим параметр. Затем ослабляем вот этот болт ключом на 15, придерживая вал ключом на 13. Если заглянуть, то видны проточки для ключа. Держим одним ключом, вторым ключом ослабляем фиксирующий болт. И начинаем регулировать датчик поворотом его оси. Для этого включаем зажигание, двигатель не запускаем. И таким образом, когда мы подключили мультиметр через переходник и проворачиваем ось датчика, то мы видим, как меняются параметры. Сейчас я кручу в обе стороны, чтобы наглядно продемонстрировать работу датчика в двух диапазонах по 180 градусов, о чем я говорил чуть раньше. Выбираем нужный нам диапазон, чтобы при открытии цилиндра миллиамперы увеличивались. И выставляем 4,3 миллиампера. В нашем случае это нулевое положение. Фиксируем болтом. При затяжке настройки могут поплыть из-за резиновых демпферов. Поэтому, когда затягиваем, перепроверяем миллиамперы. Способ второй. Как я уже говорил, можно смотреть на мультиметр, подключиться через специальный адаптер, который нужно купить или сделать. И это правильный путь. Это как надо делать, как написано в мануале. Но есть и другой вариант. Если ленишься, нет мультиметра, нет переходника или просто балбес, то нужен помощник. Один человек встает на датчике угла поворота, второй сидит в кабине. Включаем зажигание. Двигатель не запускаем. Нажимаем первую иконку справа вверху, на машинку. Потом нажимаем на рыжую моську с замочком. Нажимаем на желтый прямоугольник с цифрой 0. Вводим пароль 1966. Нажимаем ОК. Далее нажимаем на домашнюю страничку. У нас появляется сразу в два раза больше иконок. Это сервисное меню. После этого нажимаем на иконку «Машинка с компьютером». Выбираем блок PSX. Выбираем пин 6. Здесь он показывает миллиамперы. Пин 6 – это подъем-опускание фрезы. Пин 30 – это заглубление фрезы. Итак, выбираем пин 6 – подъем-опускание. Здесь мы видим сверху цифру. Это значение для машины. У нее есть условное процентное соотношение от 0 до 1000. Это весь диапазон работы. Это нам сейчас неинтересно. А ниже мы видим цифры в миллиамперах. Это ток, который мы можем померить мультиметром при настройке первым способом. Настройка должна быть точной, если написано 4,3 миллиампера. Это стартовая позиция. Должно быть именно 4,3. Не 4,2, не 4,5. Именно 4,3 миллиампера. Когда вас двое, один сидит в кабине, смотрит на эти цифры, второй крутит датчик. А тот, что сидит в кабине, постоянно ему громко кричит «Сколько миллиампер?». Можно и так настроить. Это тоже реально. После того, как мы выполнили механическую настройку, и все параметры совпали как надо, переходим в кабину. Зажигание включено. Режим «Авто» выключен. И заходим в сервисное меню. Напомню. Нажимаем первую иконку справа вверху на машинку. Потом нажимаем на рыжую моську с замочком. Нажимаем на желтый прямоугольник с цифрой 0. Вводим пароль. 1966. Нажимаем «Ок». Далее нажимаем на домашнюю страничку. У нас появится сразу в два раза больше иконок. Это и есть сервисное меню. Для того, чтобы перейти в режим калибровок, нажимаем на ключик. Далее нажимаем на иконку с весами. Далее нажимаем на эти нули. Вот этой крутилкой вращаем до позиции 206. Нажимаем на крутилку. Подтверждаем выбор. У нас красная рамочка стала черной. Подтверждение выбора. Запускаем двигатель. Потому что эта процедура выполняется на запущенном двигателе. Нажимаем на иконку «Старт». Далее делаем то, что показывает меню. До упора в обе стороны. В одну сторону полностью довели до упора. Обернулись, убедились, что точно дошло до упора. Нажимаем кнопочку «Next». Он говорит «В другую сторону полностью выдвини». Убедились, что полностью выдвинулось. Нажимаем «Next» и далее «Ок». Таким образом калибровка принята. Это было заглубление фризы. Если нужно подъем-опускание, опять касаемся цифр. Выбираем 205. Нажимаем на крутилку «Подтверждаем». Это подъем-опускание фризы. Процедура та же. Жмем «Старт». Компьютер покажет, что делать. Делаем, как и предыдущую операцию на запущенном двигателе. Если мы делаем все правильно, никаких ошибок не будет. В конце калибровки каждый из команд будет снизу писать «Ок» и закрашивать зеленым. Значит, все сделано правильно. Если, к примеру, мы неправильно настроили датчик угла поворота, диапазон не с 4,3 мА, как положено, а с 4,1, например. И пытаемся сделать калибровку, и даже в одну сторону команду довели до конца, нажимаем «Next», он сразу, вот здесь, в этом окошке, закрашивает красным и пишет номер ошибки. Минус 0,11, например. Это значит, что-то не так сделано. Или не до конца сложили цилиндр, или неправильно настроили токовый датчик. Цель калибровки в том, чтобы познакомить машину со всем диапазоном хода цилиндра. Когда мы делаем процедуру полностью на весь ход цилиндра в одну сторону, на весь ход цилиндра в другую сторону, мы тем самым знакомим машину и ее электронику с фактическим положением цилиндра. Машина видит, что когда цилиндр выдвигается на определенное расстояние, этому соответствует определенное значение тока. И когда мы показали весь путь цилиндра, тогда машина его понимает и запоминает. После завершения процесса калибровки необходимо заглушить двигатель, выключить зажигание минимум на 5 секунд для сохранения параметров калибровки. Если у вас есть вопросы, как настроить датчик центрирования фрезы, пишите в комментариях. По любым вопросам по ремонту и обслуживанию уротрака в Пистонбулле вы всегда сможете связаться со мной или с моими коллегами по бесплатному круглосуточному телефону на экране и в описании. Мы всегда готовы помочь вам в любой сложной ситуации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...